Здравствуйте! Мы хотим вам сегодня показать, как можно оживить умирающие и увядающие розы. Вот у нас сегодня 18 красных роз, которые практически, как вы видите, погибают из-за простой причины. Это простой недостаток воды, простое обезвоживание. Мы покажем вам простой прием, в котором в 95% случаев можно розы эти оживить, их 18 штук, и мы сейчас вам покажем, как это можно сделать. То есть розы, как вы видите, довольно-таки вялые, головки абсолютно болтаются, не держатся, и листья тоже начинают уже подсыхать. То есть мы попробуем вам показать простой прием, как их оживить. Для этого нам нужна глубокая ваза, я беру обычную цилиндровую вазу, в которой можно поместить много воды. Нам нужна будет горячая вода, довольно-таки горячая, даже, я бы сказала, мы будем смешивать обычную комнатную температуру с горячей водой. И нам нужны будут фаристическая подкормка. Если таковой у вас нет, вы можете обычно использовать обычный домашний сахар, пищевой сахар, и домашнюю хлорку, использующую для отбеливания белья. Или же, если нет у вас хлорки, если вы не пользуетесь, можно добавить аспирин или лимонную кислоту. То есть можно использовать какое-то средство, которое убивает бактерии, и сахар, конечно же, для подкормки. Потому что сахар сам по себе, если вы добавите сахар, он вызывает бурный рост бактерий. Нам нужно приготовить воду, желательно, которая была бы довольно-таки горячей температуры. Я бы сейчас меньше добавляю кипятка в обычную воду и смотрю, какая температура воды. То есть если у вас рука терпит, ваша кожа не обжигается, значит такую воду розу можно ставить. Немножко сделала бы горячей. То есть вот моя рука прекрасно терпит. То есть довольно-таки вода должна быть горячая. Затем я ложу пакетик, если у вас есть пакетик, вы ложите пакетик готовый. Если же у вас нету, можно добавить ложку сахара, ложечку, чайную, столовую ложку где-то белизны. Или же, если у вас нету белизны, или вы ей не пользуетесь, можно я обычно добавляю, может быть, несколько таблеточек аспирина. Теперь, когда вода у нас готова, мы приступаем к обработке самих роз. Я удаляю нижние листики, потому что они тянут дополнительно в воду. И снизу розу сантиметров 5 я убираю, а следующие сантиметров 10 я срезаю острым ножом на такой широкий, даю такой очень вот такой острый угол. То есть 5 сантиметров убираю, следующие 5 сантиметров рассекаю таким вот образом и ставлю в воду. Итак, каждую розу. Нижние листики, потому что они тоже тянут в воду, можно убрать. 5 сантиметров убираю, следующие, где-то 10 сантиметров, обрезаю, погружаю воду. Так, одну за другой. Каждую розочку. То есть, как видите, розы довольно-таки засушены. Это может случиться в результате или неправильного, то есть незнания неправильного, когда люди ставят в холодную воду или не обрезают цветы. Воздух попадает в стебель, завивает поры и вода не имеет возможности поступить к головке. Даже свежие розы, абсолютно свежие розы, могут головку, головка может поникнуть. Это никак не связано даже со свежестью роз. Это обычный признак обезвоживания. То есть, вот мы сейчас попробуем их реанимить, реанимировать. Обрезаем вот так вот 10 сантиметров, погружаем, нижние листья убираем, чтобы они не тянули дополнительную влагу. Обрезаем 5 сантиметров, обрезаем следующий наискосок. Почему я делаю, обрезаю 5 сантиметров, я объясню. В стволе розы очень сильное давление. И под этим давлением в ствол попадает как воздух, так и вода. Если вы посмотрите внимательно, то кончик розы, даже свежая роза, немножко мягкий. Значит, там уже есть воздух. Чаще всего люди совершают ошибку. Они вот так вот обрезают ножницами наискосок и ставят в воду. Они думают, что этого достаточно. На самом деле, воздух находится гораздо выше места обреза. И поэтому, вот видите, я не знаю, как это показать. Вы видите полость внутри ствола, которая, вот она, эта полость, которая забита воздухом. И когда люди просто ножницами, как я вам сейчас показала, ставят розу просто в воду, да, обрезать ножницами, то эта полость, забитая воздухом, мешает воде поступать наверх. Потому что она уже сюда под давлением воздуха сюда попала. Его необходимо убрать. Он будет мешать. Поэтому 5 сантиметров необходимо убрать. И до здоровой форенхемии, до здорового ствола, до здоровой ткани необходимо розу рассечь. И потом уже ставить ее в горячую воду. То есть мы это все будем сейчас проделывать. С каждой розочкой выбрать воду. Ну вот сейчас мы заканчиваем. Мы поставим все розы в прохладную комнату. Желательно это сделать в прохладной комнате. Розу также необходимо побрызгать водой дополнительно. Потому что они через поверхность тоже... Когда мы обработаем розы поставим их в воду, в розы необходимо также сверху, желательно распылителем, хорошо обрызгать водой. Потому что испарение влаги происходит и через листья тоже, и через поверхность тоже. Это предотвратит у нас испарение влаги через поверхность цветка. И таким образом ускорит нашу реанимацию. Наше оживление значительно ускорится. Поэтому необходимо дать такой обильный хороший душ розам. Просто побрызгать их обильно, хорошо водой. И поставить их обязательно в прохладную комнату. Сейчас мы с вами понаблюдаем за процессом. Видо понадобится, я так думаю, часов пять, чтобы розы вернулись в свое нормальное состояние. Розы все, как вы видите, подняли головки. Многие из них даже стянули лепестки. И, как вы видите, все листочки поднялись. Слышите вот звук такой вот свежести. То есть лепесточки все очень свежие, очень напившиеся. То есть они не видны никаких признаков обезвоживания. Розы стянули даже свои лепесточки. Лепесточки, которые были повреждены в результате обезвоживания, можно, если они некрасивые, их можно удалить. Если вы посмотрите, слышите звук такой, звук такой, когда лепестки отрываются с таким звуком, это значит, что роза хорошо наполнена водой. Лепесточки все очень свежие, очень упругие, очень хорошие. Как вы видите, они все, нет лепесточков вялых, и все они напились. То есть практически 100% роз. У нас было 18 роз. Я сейчас смотрю, проверяя на все эти розы, вот они у нас все 18, 3,3, 3,3, 3 и 3. Все розы абсолютно, все напились и все поднялись. Теперь эти розы у вас будут стоять в вазе около недели. Конечно, чтобы они стояли дольше в вазочке у вас, необходимо им давать периодически душ из брызгалки, необходимо периодически обрызгивать воздух вокруг них, чтобы была влажность, желательно, чтобы она была немножко повышенная. Вода по мере замутни, если вода замутнится у вас, она не будет чистой и такой прозрачной, ее необходимо будет заменить. Как вы видите, то есть роза сейчас заработал насос, роза должна стоять как минимум, я считаю, 5-7 дней, в зависимости, конечно, от температуры. Держите розы подальше от солнечного света, от сквозняков, и, конечно же, не держите их рядом с фруктами. Если у вас на столе фруктовая корзинка, то фрукты выделяют этиленовый газ, который тоже убивает цветы очень быстро. Ну вот, спасибо вам за внимание, и до следующих встреч.